Русская Православная Церковь отмечает 700-летие одного из самых почитаемых святых Сергия Радонежского, которого еще называют игуменом земли русской. До сих пор исследователи расходятся во мнениях, когда же он родился, называют разные дни и даже годы, сходятся лишь в месяце мая. О пути преподобного в нашем следующем сюжете. Однажды удалившись от людей и выбрав делом своей жизни монашеский подвиг, Сергий Радонежский не догадывался, что со временем его имя станет известно не только по всей России, но и по всему миру. Выбранный им путь привлекал сотни людей еще при его жизни, а его многие ученики сами стали основателями монастырей. И сегодня в его обитель, Троицкую Лавру, стекаются миллионы паломников. Сергий Радонежский – это тот первоузел, которому стягиваются все нити, и наша история, и просвещение, и культура, и наука. И до конца, мне кажется, мы еще не поняли то, о чем писал Ключевский. Он говорил, что никакое оружие, никакие деньги не спасут Россию, если в ней не будет единого духа, не будет любви к ближнему и к Богу. И вот этот единый дух Господь поручил собирать преподобному Сергию. Сегодня есть лишь скупые данные хроники, что родился он под Ростовом, что овладеть грамотой ему помогало чудо. Житие, которое говорит, что большего бессеребрянника трудно было найти. Например, он не раз отказывался от должности игумена. Но самое главное – живые свидетельства верующих, что преподобный Сергий зримо помогает и сегодня. Рязанская земля – одна из немногих, кто может гордиться тем, что принимала этого великого святого. Сегодня, в год его 700-летия, область не осталась в стороне от всероссийских торжеств. Реставрируются соборы, проводятся круглые столы и концерты. Ты стоишь на брюанских просторах, Не слабила тебя власть казацких племен. Когда мы сами готовились к этот праздник, наверное, только тогда мы до конца поняли значение того, что совершил преподобный Сергий Радонежский. Радость сегодня присутствует, потому что так внимательно люди слушают и так проникновенно все артисты выступают. Кстати, в Рязани в рамках ТАЖС 23 мая будет принесен и чтимый образ преподобного Сергия из Копинска-Шатской епархии. Елена Макара, Валерий Чикин, Весть Рязань.